Расскажу доказательства Цармела. Оно, на самом деле, очень похуже на доказательства Гаусса, но звучит так. Представьте себе, что у нас есть какие-то простые числа. Все по 1 и т.д. простые, у 1 и 2 прикольные простые. Равенство верно, но при этом набор пушек не совпадает с набором пешек. И Цармела говорит следующее. А давайте среди всех таких неправильных равенств выберем то, для которого число n не меньше. Предположим, что основная терморативность не верна, что есть числа, которые не единственным образом разлагаются на простые множители. И из таких чисел возьмем самое маленькое. Ну, посмотрите, скажем, двойка в единственном образом разлагается. Тройка, четверка, это дважды два и т.д. единственным образом. Поэтому, если такое число и существует, то оно, конечно, будет больше двух. И сейчас давайте докажем, что если вот такое число есть, то есть и меньшее. Ну, а если вы для любого нутрального числа плохого умеете находить меньшее и тоже плохое число, то это называется бесконечный спуск. Вы, конечно, получаете противоречие. Потому что вы взяли не меньшее, а нашли еще меньшее. Замечательно. Оказывается, доказательство высшей степени короткое. Смотрите, берем P1 и Q1. Вот это вот произведение обозначаем какой-нибудь буквой. Вот это произведение обозначаем какой-нибудь другой буквой. И смотрим, P1 и Q1. Они равны, не равны, кто есть им больше? В первом случае, P1 равно Q1. Тогда все легко. Тогда мы сокращаем на P1. И получили меньшее число, которое разными способами разложено на простые мышцы. Значит, проблем нет. Теперь, либо P1 больше, либо Q1 больше. Понятно, что достаточно рассматривать один случай. Предположим, что P1 меньше, чем Q1. Ну, тогда, разумеется, наоборот, A будет больше, чем QB. А дальше замечательная идея. Она, на самом деле, соответствует делению с остатком. То есть, все-таки, по большому счету, все эти доказательства основной теории арифметики, это, в общем, для меня одно и то же доказательство. Сейчас мне нужно воспользоваться чем-то вроде деления с остатком. Но Цермела не говорит, что это деление с остатком, а он говорит так. Давайте рассмотрим новое число. Из числа N вычтем произведения P1 и B. Смотрите. Поняли, что это P1 умножить на а минус B? Отлично. Но, с другой стороны, число N это же у нас Q1 умножить на B. Значит, Q1 минус B1 выносим за скобку. И вспоминаем, что такое B. Это произведение всех чисел Q, кроме первого. Вот. По большому счету, доказательство закончено. Потому что, смотрите. Во-первых, у нас M больше нуля и меньше N. Ну, почему меньше N? Потому что мы что-то вычитали. Почему больше нуля? Потому что A больше B. Ну, или, если угодно, Q1 больше, чем P1. Вот. Так что число N меньше, чем N. Здесь Q1 минус P1 как-то можно разложить на простые множители. A минус B тоже как-то разложить на простые множители. И, смотрите. Меньшее, чем N число N должно удовлетворять основной теореме арифметики. Значит, если здесь стоит простое число, то один из множителей должен делиться на B. Может ли Q2 или Q с каким-то номером делиться на B? Нет. Потому что, когда простое число, вернее, может, но в таком случае очевидна ситуация. Если P1 равно Q с каким-то номером, то мы вот в этом A не могу сократить. И получили меньшее число. Хорошо. Может ли разность Q1 и P1 делиться на B1? Тем более нет. Потому что, если у нас Q1 минус P1 делится на P1, то Q1 делится на P1. Такого не было для простых чисел. Чтобы Q1 было больше и при этом делилось. Ну вот, доказательства коренции органов нет. Да. Я задумал.